что такое левитация. И вообще я могу с уверенностью сказать, что каждый человек как минимум один раз в своей жизни левитировал. Просто мозг не даёт это зацепиться. Но в экстренных ситуациях, например, особенно это бывает у родителей, когда что-то случается с детьми, с близкими, с какими-то, они в какой-то момент делают такой, который в обычной жизни не сделают. Например, ребёнок падает в колодец, женщина эту крышку выбрасывает, хотя она весит там фиг знает сколько. Я помню, что я с Кишкой шла, тогда ещё на Урале жила, и у нас там был мостик, зима, мостик всё обледенело, и под мостиком река такая чуть-чуть там не замёрзла. И он у меня подскользнулся, а во всём зимнем он у меня подскользнулся и начал падать. Я его подбежала, как уж у меня получилось так быстро подбежать. Но если мозг включить, то так быстро человек подбежать не может. Я его просто уже под этим, около воды, я его поймала одной рукой, потому что второй держалась за поручень, поймала и вот так вот его вытащила. Но в обычном состоянии я бы так не смогла сделать. То есть это понятно, что когда у тебя случаются такие ситуации, мозг не может создать рамки и границы. Он не успевает за твоей экстренной ситуацией, которая происходит у тебя на уровне чувствования. И мозг не успевает за этим последовать. И поэтому ты в этот момент находишься вне границ. То есть ты так всегда можешь жить и делать те вещи, которые кажутся на первый взгляд чем-то таким необычным.